Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я себе купил новый игровой ноутбук, потому что моя старая машинка сказала Кентуха пока-пока. Что же я купил? Вы, наверное, ребята, будете в шоке, но я купил Lenovo Ideapad 5 Pro на базе AMD, и я скажу честно, это лучшее, что я мог купить. И прямо сегодня ваш новый любимый тихлоблогер по имени Кентапака вам покажет, что же это такое и с чем его едят. Приятного просмотра, с вас лайк, подписка, поехали! Знаете, чем мне понравился этот ноутбук? Потому что он максимально легкий и максимально тоненький. Просто, ребята, посмотрите, это мой палец, это толщина этого ноутбука. Он идеально подойдет мне, чтобы его брать вместе с собой, где-то таскать, путешествовать вместе с ним, и при этом монтировать и снимать для вас видеоролики. Также, ребята, прошу обратить внимание на все эти наклеечки, потому что, ребята, тут стоит Ryzen 5000 серия, это очень круто. У многих из вас возникает вопрос, почему же я решил себе взять именно эту модель ноутбука, и чем же она меня подкупила? И почему же я решил взять именно Lenovo IdeaPad 5 Pro на базе AMD? Сейчас я вам все расскажу. AMD сейчас развернулись в ноутбуках от разных производителей, и я, как фанат AMD, выбирал себе ноутбук именно на этой базе. Почему? А вы сейчас все услышите. Ребят, в этом ноутбуке установлена 5000 серия процессоров, это последняя новинка от AMD, и самое интересное, что я понял, что AMD вышел на новый техпроцесс 7 нанометров, и это позволило сделать вот такую вот красоту. Процессор, который тут установлен, это, ребята, Ryzen 5600H. Что же это такое и с чем его едят? Просто, ребята, пару фактов. 12-ти поточный процессор, 8 ядер, 4,2, максимальная тактовая частота геогерца, это, ребята, просто пушка. Чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, в сравнении с моим старым ноутбуком, монтаж на этом ноутбуке занимает у меня вдвое меньше времени. Рендер тоже, то есть, например, если раньше видео рендерилось по 40 минут, то сейчас рендер занимает всего лишь 20 минут, это максимально круто. По поводу видеокарты, тут видеокарта RTX 3050, это тоже очень классно. Дальше, 16 гигабайт оперативной памяти DDR4, это просто космос. Вы можете одновременно рендерить, монтировать видео, смотреть видео в Ютубе и еще играть в Fortnite, как это делаю я, например. И SSD накопитель емкостью 512 гигабайт. Ребята, мы все с вами взрослые люди, и мы все прекрасно понимаем то, что я купил этот ноутбук ради Standout 2. Поэтому прямо сейчас я захожу в настройки, ставлю абсолютно все на максимум. Вот все, что можно поставить, все ставлю на максимум, 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 максимум. ФПС, давайте мы поставим, ребята, 144, и мне реально очень интересно посмотреть, сколько же у меня будет в действительности ФПС. Так, счетчик ФПС включил, выбираем, ребят, командный бой, и давайте смотреть, потому что, блин, а вдруг там будет, блядь, ФПС, ну кто его знает. Все, ребят, давайте смотрим и наслаждаемся. Надеюсь, что все будет максимально плавно, все будет максимально хорошо, и надеюсь, никаких проблем с ФПС не будет. А, подождите, я же забыл самое-самое главное, надо же включить счетчик ФПС, потому что так не поймешь, сколько ФПС. Так, счетчик ФПС, счетчик ФПС, нажимаем галочку, и опа-на, опа-на, так, и где наш ФПС? А, вот он, вот он, да ну, 136, 139, 120, обалдеть. И чтобы вы понимали, это настройки стоят на максималке. И знаете, ребята, что самое интересное, что благодаря такому мощному процессору я могу одновременно играть в стендов 2, и при этом смотреть видео в ютубе, потому что, ну, ни там, ни там лагов нету, видео я смотрю в хорошем качестве, 1080p, и я считаю, что за это, ребята, однозначно лайк. Ребят, я уже играю минут 10, и я очень удивлен работой процессора AMD, потому что он справляется просто на ура, и я максимально доволен, потому что я выбрал именно такой ноутбук и не прогадал. Давайте мы прямо сейчас зайдем в самый производительный режим под названием Безумный Санта, и посмотрим, как же себя тут проявляет наш с вами стендов 2 и самое главное ФПС. Так, ребята, я только что зашел в самый производительный режим, это Безумный Санта, потому что тут больше всего всяких элементов, больше всего, просто всего тут больше всего. И самое интересное то, что ФПС меньше 120, ну, почти не просаживается, всегда просадки до 110, но, ребята, это самый-самый минимум, и я, честно говоря, очень сильно доволен, что я выбрал именно эту модель, потому что процессор тут справляется просто на все 100%. Так, ну что, ребята, давайте пробуем немножко поиграть, посмотрим, вы ли у нас, потому что мне очень непривычно эту чувствительность, и моя чувствительность. Я, конечно, попробую почины, но это будет реально очень-очень сложно. Так, я не понимаю, а по кому стрелять-то, ребят, вы что? А, стоп, это, это был наш, промахнулся, а вот он, Безумный Санта, вот негодник запрятался, а ну иди сюда. Блин, как не говоря, патроны закончились, ребят, просто трындец. Опа, Безумный Санта убегает, брата, не убежишь, а правда не убежишь. Блин, ничего себе, просто от снежки. А если ты попал бы в голову? Нормально, плюс 20, ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо. Ну, короче, ребят, что я могу вам сказать? В принципе, хэштег не погано, по FPS все отлично. Ну и, конечно же, на этом тесты мы не закончим. Прямо сейчас мы отправимся в CSGO и посмотрим, что же там будет по FPS. А вот я, ребята, и в CSGO. Что я могу сказать? По FPS процедок нет, FPS стабильно, 120, это очень хорошо. И я максимально рад, что я выбрал именно этот ноутбук на базе AMD, потому что, вы просто посмотрите, я одновременно сижу в браузере, я одновременно играю в CSGO, у меня FPS 120. Ну, иногда проседает до 110, но это вообще не критично. Поэтому, пацаны, чему сказать? Однозначно всем советую, а мне максимально неудобно играть одной рукой. Ну и давайте прямо сейчас мы проверим, ребят, температуру спустя 1 час игры. Что же я могу вам сказать? Потому что температура далеко от максимальной. Вы посмотрите на эту температуру, можно играть и играть, и не беспокоиться ни о чем. Ну что ж, друзья, с вами был ваш любимый техноблогер КентопК. У меня на обзоре был Lenovo IdeaPad 5 Pro на базе AMD. Все нужные ссылочки есть в описании. Обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok